Музыка Уважаемые товарищи, начинаем наши занятия. Надо отметить, что я для себя с уявлением обнаруживаю, что наши занятия, казалось бы, посвящены самым начальному этапу рассмотрения. Науки вызывают значительный интерес, сотни просмотров за неделю, я просто поражаюсь. Кто смотрит? Мы делаем еще раз говорю, что... Вторно кто-то, наверное, не понимая ничего. Нет, я так не думаю, что вот так не понимая ничего. Смотрите, это вообще здорово. Так что, еще раз говорю, что мы делаем с вами очень важное и интересное дело для нас. В общем-то, возбуждаем интерес тех, кто сомневался, может быть, думал, ой, как это сложно, это не подъемно. Светли того, что это подъемно, что это можно делать. И очень интересное дело. Насколько я понимаю, вот вы перед началом уже некоторую пробежку или проход делали. Совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, да? Хорошо. Докуда дошли? Мы с этого места продолжим. Да, мы в самом начале. В самом начале, да. Только начале. Не знаю, не знаю. Илья, а чего это в самом начале? Вот просто я сомневаюсь, что вы в самом начале. Ну, давайте-ка, вы... У вас, я смотрю, книга самая лучшая, в 37-м году выпуск. Да, в остальных, по-моему, просто набор слов. Серьезно? На переводчик, наверное, надо сравнить. Пожалуйста. Итак. То есть мы начали с вопроса, с чего же следует вообще начать. Начать нужно с чего-то самого простого. С чего-то бессодержательного, пустого. То есть вы попытались дать определение бытия. Скажите, что такое бытие. Я не думаю, что самое простое, самое бессодержательное. Бытие есть самое простое, самое бессодержательное. То есть вот Гегет, безусловно, об этом говорит. Он подводит нас к такой мысли, что не надо ждать чего-то там сверхъестественного. Содержательного, да, многостороннего. Начинаем с самого простого. Ну и вот, за самым простоем предлагается взять бытие. Хорошо? Так. Раз мы например, бытие есть. И кроме этого, о нем нечего сказать. Ну хорошо. Если мы добавим больше нечего, там все-таки, чтобы не осталось в голове, что о нем нечего сказать. Хотя вы говорили, что кроме этого, да, но чуть можем усилить. И кроме этого, о нем больше нечего сказать. Больше нечего сказать. А раз я не больше нечего сказать, то это ничто. Это ничто. Рассмотрим теперь ничто. Ничто есть. И кроме этого, о нем больше нечего сказать. Нет. Вот ничто есть, когда бытие есть, это естественно. А вот когда ничто есть, то мысль другая идет. Раз оно есть, значит оно бытие. То же самое, что бытие. Слышали? Так, и что же мы видели? Мы видели, что бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие. Такое движение, исчезновение, бытие ничто и ничто-бытие называется становление. Сейчас становимся. Вот я думаю, что уже не возникает вопрос, почему, почему и как. Согласитесь. О смысле этой совершенно, по-моему, называется, выражение, что раз ничто есть, оно есть то же самое, что бытие. Ну, раз есть люди, потом говорят, нам не безразлично говорить о ничто или о нечто. Ну, раз не безразлично, значит, в рассмотрении есть то и другое. Есть. Да, вот так, в порядке пересниму. То есть, мы уже совершенно спокойно воспринимаем мысль, что то, что есть, есть бытие. Если ничто есть, значит, оно бытие. И дальше. Хорошо. Так, становление. Два момента. Можно я вот стереогигарю упакал, как раз переход от ничто, когда мы ничто опять переходим в бытие, а там пишут, что таким образом ничто есть в нашем созерцании или мышлении, или вернее, оно есть в самом-то пустое мышлении и созерцании, и оно есть в том же самом-то пустое мышлении, созерцании или мышлении, что и чисто быть виден. Да, хорошо. Человек не пил нас в мысли, что у нас есть то же самое, что чисто быть виден. То есть, нельзя сказать, что типа... Ничто есть в пустое созерцании? А ничто нечем сказать? Можно так? Такое дело сделать? Так не получается логически. Раз вы сказали, что ничто есть, вы обязаны сказать, что оно есть то же самое, что бытие. Потому что то, что есть, есть бытие. Но когда он скажет, что есть то же самое, мы можем вспомнить, что я бытие было пустое. Мы же говорили о том, что пустое, но мне нечего созерцать. Ну, и ничто в этом отношении не отличается. Я, но пустое. Не нечего созерцать. Так, мы остановились на становлении. Да, мы можем открыть. На становлении можно выделить два момента. Переход из бытия и ничто. Прихождение. И из ничто бытия и декорение. Ну, сейчас, мы чуть остановимся. Нет возражений. Мы действительно видим два момента. Вот в одном из... У нас был один комментарий, если я обратил внимание, да? В предыдущем нашем занятии. Заметили? Смотрели? Нет, еще не смотрели. А я смотрел. И что, сюда поехали. И там звучало так. Значит, интересно. Мы берем пример откуда угодно, да? Пасха – это пример прихождений. А, да. Видел. Вот, давайте. Правомерное утверждение или нет? Вот, ну, человек высылался, ну, что он, ну, что, что-то такое неприличное сказал. Нет, он как раз попытался найти иллюстрацию вот этого перехода. Ну, вот в такой области жизни. Это совершенно нормально. Ничего страшного нет. Ну, дай мне только... Потому что если вот рассматривать прихождение и возникновение на этом материале, то Пасха – это пример прихождения. Совсем не прав, пишущий. Что сначала произошло? Сначала? С Христом. Да. Умер, а потом воскрес. Потом воскрес. Потом воскрес. Хотя, все-таки, вот здесь мы говорим, что мы празднуем в Пасху, да, или что люди, которые к этому имеют отношение, празднуем. Все-таки они Христос воскрес. Воскресенье празднуем. В этом мы слышим – визитновение. Вот это хотелось бы уточнить, да, и обратить на внимание того товарища, который использовал такой материал для иллюстрации процесса прихождения визитновения. Что все-таки там, да, перед этим было, но все-таки праздник. И смысл этого праздника – воскресенье. То есть возникновение. Так, ну, я думаю, что мы уже с вами достаточно много иллюстрировали вот эти проценции, поэтому можем просто логически дальше идти. Так. Сейчас. Нет, ну, может кто-то еще? Пожалуйста, у вас есть намерение, пожалуйста, это очень хорошо. То есть мы можем сказать, что нитья не переходит, потому что а уже перешло. Так. Потому что нитья не переходит нитья, а уже перешло. В итоге это так и есть, потому что сначала ты увидишь, что переходит, а теперь уже перешло. А пропадает разница между нитьей и ничто, так как становление основной нитья разница, значит пропадает и становление. Вот чуть остановимся. Ни на кого нет желания немножко поправить. Взекает момент, когда бытие исчезает ничто и ничто исчезает нитья. В этот момент то, что противоположное исчезает, ну, в противоположном себе. Это из-за того, наверное, получается ничто и ничто, правильно понимать. Но уже вперед идет, да? Ну, я просто, может быть, сам термин пропадает, как-то он нас настраивает на мысль, что не будет. Да, она снимается, может быть. Ну, хотя нет. Снимается, конечно, снимается разница. Не снимается, значит снимается снова. Потому что если пропадает, это как раз, в нашем представлении, значит отбрасывается вообще. Больше ничего. А вот если мы говорим о снятии отрицания и содержания, тогда мы понимаем, что оно, конечно, пропадает и в то же время не пропадает. Используется в ваших мнениях. Так. Результат снятия отрицания, движется. А, да. Что можно сказать о результате снятия отрицания? Потому что оно есть. Это ботинка. Такое. Нечистое. Это наличие. Это правильно. Это правильно говорите. Ну, вот, чуть поподробнее о снятии, да, о том, что исчезает, что снимается, значит, тогда будет понять о том, что... Я могу сказать, что, да, постановление, что это беспокойное единство. Беспокойное единство. Потому что одно перешло или перешло в другое, перешло. Это беспокойное единство. То есть мы... Беспокойное единство переходит в спокойную простоту. Да. То есть снятие стоит в том, что беспокойное единство переходит в спокойную простоту. То есть что исчезает? Беспокойство исчезает. Беспокойство. Единство является простотой. То есть мы даем тебе только одну сторону. Бытие. Бытие. спокойная простота понятно что она есть но поскольку она спокойная то она бежит на личное то есть на личное бытие давайте отметим что уже прошли с пониманием с обращением на то что является здесь ключевым скажем как снимается становление это очень хорошо показал что есть разность между бытием не что в связи с тем что исчезает и становлю и это очень важно так перед нами наличное бытие наличными те кто рассмотрит наличные бытие то возьмет на себя этот труд рассмотреть наличные бытие знаю становление это быть есть ну да произошло и становление то есть понятно что же само установление там сняты наличные бытие есть и далее мы рассматриваем определенность сейчас мы с вами очень очень занимаюсь стараемся выдержать последовательность наше рассмотрение то есть сказать что наличные бытие как произошедшие из становления имеет некоторое небытие ну все понимаем что в стране был два момента значит небытие то что в тот тот вид который наступает сняты к ничто следующие мысли так ваше последнее слово что на личном бытие есть некоторые небытие уже хорошо вы начинаете его рассматривать и сразу называете определенность но его нужно заливать нет 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 вы совершенно правильно берете небытие как определенность а вот для нашего рассмотрения все-таки важно чтобы охарактеризовать в каком виде это небытие находится для того чтобы значит такой определенность ну я могу сказать что мы можем сказать что определенность это не бытие как снятое ничто на личном бытие как-то так приблизительно но тогда мы с вами как бы отказываемся от того чтобы принять внимание вот все о том что вы сказали о том что это простое единство что все имеет бытие бытие а нам бы это хорошо бы сфиксировать а на личное бытие оно имеет форму бытия совершенно верно поэтому когда мы остановились на рассмотрении небытие мы не просто вовремя что небытие есть определенность это тогда непонятно вы что-то должны же привести правой части предикатель вот как какое небытие в каком виде небытие выступает как определенность то есть опишите вот вспомните что это небытие ну дайте его характеристику оно находится само в себе и оно вот мы вспомним что все имеет вид простоты то есть только бытие значит небытие где находится на личном то есть небытие ну можно сказать находится вот у гигель предлагает фундерок можно придерживаться небытие принято бытие а теперь подчеркните что еще раз может может показаться что тогда мы начинаем снова видеть и то и другое то есть исчезает простота все-таки простота у нас одна страна только на лицо тогда мы это должны зафиксировать не бытие принятое бытие так что конкретные цены то есть может на самом деле есть и небытие и бытие но их единство имеет форму быть я бытие тогда мы его определение определенности определить что такое определенность при том нашего рассмотрения небытие и бытие принятое принятое бытие имеют форму я так что конкретные цены и это определенные цены имеют форму бытия это определенность согласись так точнее потому что если небытие есть определенность тогда мы не видим в чем же это небытие равно себе в противовес своему неравенству потому что значит это называть небытие другим термином хруст небытие есть то есть если мы говорим небытие есть определенность это лишено смысла что значит не прийти к нему через бытие понятно что дальше нас побуждают что-то идти вперед но мы можем пойти вперед только приняв во внимание в каком виде бытие находится бытие поэтому все это весь этот проговор он не излишне он просто необходим и уходим из покажут что они определенный самая листья конечно и для того чтобы рассмотреть нужно изогревать да а теперь чтобы нам рассмотреть определенный саму по себе изолированных бытия изолированная определенность есть качество изолированная определенность есть качество вот я еще раз напоминаю что качество очень простая категория виду мало содержать поэтому когда люди говорили качественный анализ они на многое претендовали любом предмете можно найти столько определенности между эту определенность 50 сейчас в самом начале находится василий с этим ученик так не рассматривая качество мы видим что существует реальность и существует отрицание я бы пока не стал говорить о соотношении качества реальности содержания потому что просите отрицание потому что мы давайте выведем эти категории выведем эти категории вот то что вы говорите вынесла это означает непосредственно восприятие вот качество мы смотрели сразу видим реальность и отрицание если бы все можно непосредственно постигать без непосредственно наука была бы не нужна то есть некоторые вещи как это мы видим а мы ничего не видим вот вы видите а мы еще не видим это кто из нас прав мы видим качество и вдруг откуда ни возьмись и качество простите отрицание или откуда ни возьмись здесь так 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 вот вот вы начинаете некоторое посредство не так и так пример давайте мы выведем и я вот вернусь к тому что непосредственное постижение если люди сети полагают так что мы можем просто видеть то есть не надо выводить не надо посредством получаются очень плохие вещи ну скажем в двадцатые годы естественно прошлого столетия бытовало такое представление что политическая экономия то есть наука о законах развития способов производства не нужна представительная знаете почему ну потому что там видимость совпадает с сущностью и все видно не надо постигать в понятиях потому что это просто все сразу можно увидеть то есть не нужно посредствовать нужно не нужна специальная наука вот из-за того что все так просто ну я думаю что это беда ну кто этот вид уделал Бухарин конечно Бухарин его ребенок то есть человек которому говорю что он диалектики никогда не понимал ну раз не понимал и он был теоретиком партии какой партии правящей партии можете представить теоретик правящей партии значит транслировался на все на все университеты на все политической demande изучали в двадцатые годы еще пока и поэтому в умах сидел и тридцатых поэтому но хоть с чего то начать сазывается первое учебник политической экономии вышел я не ошибаюсь в 1954 году А как же тогда люди разбирались как росли студенты которые должны быть настроены на то чтобы разбираться топ-чели экономисты в экономической жизни ну или по наитию или читали Ленина, читали Сталина пытались систематизировать исходя из этого учебная какая-то систематическое изложение какой-то науки это очень важно конечно поэтому вот так вот непосредственно постигать постижение как раз предполагает некоторый процесс усилие, а если мы просто видим поэтому я вас настроен на то, чтобы мы не просто увидели получили рассмотрение в смысле рассмотрели движение итак, вы взяли качество то есть это изолированный наприлен что вы можете сказать о качестве? оно есть значит вот мы его со стороны бытия можете теперь охарактеризовать что это такое? качество как бытие или взяли из стороны бытия реальность, конечно мы так всегда понимаем реальность то что есть но не просто есть а вот выполнение с трудом реальность теперь мы говорим откуда же качество мы все-таки взяли изолировали от чего? еще есть негатив да, совершенно верно совершенно верно мы каждый термин рассматриваем со стороны где я и страны не что или не вытия получается Михаил, я не знаю, как у вас или, но насчет качества вы абсолютно правы а почему у меня ответственно исходя из предыдущих да, ну то, что мы сейчас зашли вот это качество да, то есть все содержит в себе и страну бытия и страны что там или не бытия то есть две страны всегда присутствуют правильно? да, ведь дело в том, что, да в самом начальном получили бытие, которое пришло в ничто в которое пришло в бытие но разве можно сказать, что мы бытие рассматриваем с двух сторон страны бытия и страны ничто нет, не рассматриваем бытие поэтому когда вы говорите каждое то есть это очень сильное такое заявление что каждый, каждый вот качество я с вами абсолютно согласен мы должны рассмотреть потому что у нас единственный путь так рассматривать мы его достали изолировать наличное бытие и тем самым оно остается связано с наличным бытием а наличное бытие мы знаем оно не только бытие хотя имеет вид именно бытие но мы совершенно правильно говорили что идентие нобытие значит определенность поэтому мы должны рассмотреть с двух сторон страны бытия это отрицание а качество взятых страны невытия определенности отрицание это же мы не просто увидим Владислав скажите мы видим это вы очень-очень вы вспомнили что в наличном бытие есть другой момент то есть там уже есть что раскапывать это не непосредственное восприятие а посредственное вот этим рассмотрением теперь нам всем понятно что реальность что такое отрицание значит вот другие интересные тоже вещи да так реальность отрицания о чем говоришь что реальность отрицания хотя уже не пустые бытие ничто однако в суть совершенно абстрактное определение то есть мало там чем рассматривать поэтому они самые ходящие выражения и философские необразованные рефлексии чаще всего пользуются ими втискивают в них свои развлечения и нет будто имеют в них что-то вполне добротное и строго определенное то есть если не языком гигеля а что-то пообразнее то есть носится как дурак с писаной торг вот таким бывает вещами очень простые вот например в 80-е годы по-моему даже с конца 70-х уж очень реальный социализм был такой термин что хотели сказать люди что социализм видит бытие ну так кому вы говорили мы все прекрасно понимали вот они с высоких трибунов реальный социализм может быть они имели ввиду настоящий что-нибудь по книжке не теоретически а практично истинный социализм или какой реальный ну так если бы истинный они бы сказали ну тогда истинные истинные социалисты это были особое течение которое на самом деле конечно поэтому они боялись это сказать но если уж вы хотели сказать что это социализм который свою сущность проявляет адекватно ну сказали бы действительный социализм мощно было мы с вами пока еще не это знаем но я могу сказать что действительно это такой социализм в котором сущность просвечивается и уже никуда тоже набегает то есть единство проявления сущности но нет они реальные то есть самые первые самые философские образованные дошли люди уж не знаю своим любым гнетуали если бы они не читали после этого они бы побоялись вопрос потому что это вот я не знаю четвертая страница буквально а действительность это когда реальность и сущность вместе находится нет действительность это уже там уже нет реальности там уже есть явление явление поэтому ну то есть это сами себе люди выписали патент безграмотности потому что мало знают необразованный но вы понимаете поскольку это навязывалось тоже приходилось людям не бери реальность социализма что тут что-то видимо есть и что-то то есть ничего утверждалось что социализм с определенностью вот и все что мы ну да определенность ну-ка сказали какая определенность тогда а это потом забыли потому что развитой социализм это вроде как развитой уже освобожденный от следов выхождения с капитализма вот это ведь не подчеркиваю реальность да реальность в том смысле что он на личное бытие то есть такое бытие в котором есть определенность а эта определенность связана с выхождением скептализма поэтому товарищи боритесь с тем что являюсь отпечатком старого строя в новом обществе а там они еще добавили к реальному еще развитой это вообще конец просто конец постижения и это отвращало естественно изучать такие вещи потому что начинается пересел на какой-то натянутые выдающиеся свойства а мы все понимали что там негативные тенденции действовали она себя очень сильно проявляла а нам преподносили что это такое вообще уже тогда начинали сотожение всякой теории из-за того что дает только эту теорию вот люди некоторые так и делают ну тогда вообще не будем изучать ну а без всякой теории вообще все это дело практично то есть не надо говорить если социализм есть то не надо говорить что zero реально вам не вопрос есть вот все носятся с этим выражением когда Сталин говорил без теории нам смерть 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 то есть То есть он не видел людей, которые способны дальше разрабатывать марксизм, или он этого не говорил, или на самом деле говорил? Без теории? Да. То есть не было таких теоретиков марксизма уже даже при Сталине, которые могли бы продвинуть марксизм. Роман, то, что вы сказали, я читал Сталина, но уже достаточно давно, чтобы вспомнить, это из него или не из него. Но давайте просто возьмем это убеждение, без теории нам смерть, имею в виду речь о социалистическом обществе. Правильно это убеждение? Ну, конечно, возникает вопрос, о какой теории идет речь. Если имеется в виду из контекста, что это марксистская теория, марксистско-ленинская теория, потому что ленизм это марксизм продвинутый уже, с учетом российского опыта, то если шла вещь о том, что без понимания ленинской теории, так сказать, общество социалистическое потерпит крат, это выражение правильное. Потому что действительно, если мы не разберемся в этом сложном обществе, к чему толкал этот великий теоретик, правильщик Бухарин, тогда будет смело. Да, общество. Но здесь ничего не сказано о теоретике. Без теории нам смерть. То есть это можно расценить и нужно расценить, как вызов, потому что изучаете теорию, изучаете теорию марксистскую. А ленин определял марксизм. Такое пределение очень интересное, которое, конечно, так вот размыслить не совсем принесет. Знаете, как марксизм изучал? Марксизм это диалектическая логика. То есть без чего смерть-то на самом деле? Смерть без изучения и физической логики. Да и что товарищ Сталин сделал? Вот у вас книга-то лежит какого года? 37-го года. То есть это же надо было перевести, надо было издать. И это не на частное, так сказать, страх и риск, это частное усмотрение. А это государство приняло решение. И что у нас там не было еще что издавать? Буманна была что ли лишняя? И труды были? Большой ученик. То есть вот он сделал. 20 тысяч рублей. 20 тысяч рублей, так и в книге. Да сейчас 20 тысяч. 3 тысячи это вообще фантастика. Фантастика. Разошлось. Там 20 тысяч. То есть считайте, дорогие студенты, красных университет всяких там, тогдашних, да, Красная Академия, тогда университет была Академия. Читайте, изучайте, постигайте. Поэтому вот если так интерпретировать, но в контексте не видно, да, и нет уверенности, что это не выставлено. То есть с этим можно согласиться. Что без теоретического понимания законов развития химистического общества. Потому что это общество централизованно управляемое, сознательно управляемое. Сознательно. С пониманием законов. Но это сознание, ну кто-то нужно сознавать. И не один тоже. Потому что если я осознаю, то можно, конечно, всех заставлять. Но это расширять. На другом языке говоришь, что понимали друг другу. Что если говорили противоречия, то было понятно, что есть две стороны. Если говорили о реальности, то знали, что это еще очень мало содержательной категории. Не надо с этим носиться. Вот такого круга не сформировалось. И тоже можно понять. В 30-м году перевели, значит надо осваивать. Быстрое дело. Ну я так понял, что вот люди, которые уже так это осваивают, они понимают, что дело не быстрое. Особенно масштаб их страны. Что вот это стало культурой. Достоянием культуры. Широкого проба интеллигенции статистической. И быстро. А там грянула война. Да, и вот она снова, диалектика, как Маяковский говорил, что диалектика, еще не погибла. Она врывалась к нам. Вот в поле столкновений. И он же этим сам не то чтобы оправдывал, не изучение диалектики. Я говорю, что не было возможности. Мы вот в классовой борьбе ее постигали. Потому что никак тут все не почитаешь. По крайней мере в массах. Хотя вот Ленин, видите, война была во время войны, фемиалистическая. Начал читать. В 20-е годы. Вернее, в 20-е, в 21-е годы. Тоже читал. То есть там еще война была. То есть отдельные люди могут, а массы не могут уже. Вот это устремление. Ну уж когда закончилась война, уже можно было, пожалуй. Потому что поколение там 60-х, 70-х, которые обеспечены были. И уже, кстати, и отец, 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 и отец уже выстроены. Не то, что можно, а можно было. Ну, не было нацело тогда. То есть все равно люди как-то молодые, следуют за каким-то примером. Ну, нацело какое, что же. Вот какой-то там учитель, руководитель. Да. Это было больше. Хотя никто не мешал прочитать познание, значит, означение воинствующего материализма. И читали. Это было в программах рекомендовано. Никто не. Знали эту работу миллионы студентов. Вот, конечно, Ленин так пишет. Но тогда вот. Не ждите, что вам не встретился такой преподаватель. Сами попробуйте. В конце концов, Михаил Васильевич Попов. У него же не встретился такой преподаватель. Он сам стал изучать. Потом встретился второй человек, с которым мы стали обсуждать. А не то, что сначала Игорь Костякиневич Смирнов сказал. В какой смысле. Ну, и какая роль диалектики имели. Вдохновленный Михаил Васильевич. Хотя я уже был вдохновленным примером. Это, конечно, проще. Так. Хорошо. Реальность адреса. Значит, что мы можем сказать о реальности? Она есть. Так. Но этого мало. Там вторая мысль, что это уже не чистое бытие. Или следующая мысль. Еще раз. Ну, если вы только скажете, что она есть. Ну, нам кажется, что то, что есть, есть бытие. Так мы уже проходили это. Неужели мы к этому пришли только? То есть на это не можем сходиться. То есть мы сейчас идем к опосредственности? Да, мы идем. И то есть мы, наверное, должны обознать, что отрицание. Отрицание отрицание. Нет. Реальность не обозначена. Мы еще реальность не рассмотрели. Вы слабы и правильно. Но вы все время так чуть-чуть обращены вперед. Вперед, да? Но тем самым перешагивайте вот некоторые вещи, которые надо осмотреть. А реальность, что вам сказать? Она есть. И дальше, можете сказать. Вспомните, как мы ее определили. Реальность – это качество, как бытие. А качество – это же определенность, на самом деле. Как залежно. Вы же хорошо это рассмотрели. Помните, когда-нибудь я вспоминаю, что это было? Вы же это хорошо рассмотрели. Поэтому реальность – это не просто бытие, а бытие с определенностью. Но мы такое бытие с определенностью знаем. Это же на личном бытие. А, и отрицание тоже тогда на личном бытие. Ну, первая мысль, что отрицание – это все-таки вот что-то… Отрицание же от небытия идет. Да, небытие. Да, ну, это определенность. Ну, а ну, на личном бытие, да? Да. Значит, это тоже имеет форму на личном бытие. Это уже есть, значит, имеет форму на личном бытие. Итак, определенность. Разница между определенностью и на личном бытием снята. Нам-то казалось, что определенность… Ну, не казалось. У нее действительно изолировано. Но наше изолирование не означает, что, в самом деле, быть, так сказать, определенность отделилась. То есть, есть сама по себе наряду с наличным бытием. Возникает нечто, как результат снятия. То есть, вот этого снятия, да, различия. Вот это определенность, наличным бытием и определенностью. А что, если у меня есть результат? Погодите, вот сразу нечто. Итак, снятое различие между наличным бытием и определенностью. Значит, снятое различие, значит, у нас определенное… Определенное наличное бытие. Определенное наличное бытие. Вот это и есть. То есть, вот такое у нас. Да, мы даем название сначала, получив эту категорию. Дай мне название. В отличие от того, что, я повторяю, что делается в учебной литературе, что, как правило, сначала дается название, и в правой части, поехали, поехали, поехали. Откуда выскочило это название, почему оно, чем оно? Ну, это просто в следствии того, что материал учебника никогда не излагается дилектически. Если не брать учебники, написанные, скажем, политической экономикой и капитализмом, где наберется капитал, немножко вырезается, и там связь остается. Там, в принципе, можно было бы давать определение вот таким же образом. Вот видите, что стоимость самовозрастает. самовозрастающая стоимость есть капитал. Деньги, товары, деньги, штырьки. Самовозрастающая стоимость. Это есть капитал. Алексей Владимирович, вопрос. А не могли бы Вы пояснить, вот наличное MGA есть налично сущие? Слово сущие. Сущие, то есть непосредственно. Непосредственно. Опять вид непосредственности. Опять вид непосредственности. Присущее бытие очень действует, потому что нет вид непосредственности. Методы непосредственности, наверное, мы уже в истории этого хорошо знаем. Что у нас отрицание отрицание. Первый причем отрицание отрицание. Выступает как утверждение. У меня вот эта пасхальная тема, опять, когда я прочитал второе мысль, думаю, знаете, уже начинаешь связывать это, преломлять смертью и смерть поправ. Чувствуете, как интересно? Смертью и смертью. То есть на самом деле шла речь о воскрешении. Он умер, чтобы воскреснуть, вот такая смерть, чтобы воскреснуть, она отрицает смерть вообще. Тогда бессмертие. Как-то вот так. Это вообще даже дилектизм. Я даже на интернете набрал, что что там поясняется, как-то там начинает объяснять. Это не через отрицание отрицание. Вообще форма вот такая в приблизи. Можно по-другому сказать, да, смертью и смертью. Враг пришел, убей врага, где увидишь его, там убей. Почему? Только тогда можно обеспечить жизнь. Тебе, твоим близким, родине. Максимум, это жестоко было. Так а что жестокость-то? Чем надо продиктовывать? Вроде как. И немца, кстати, диктовали. Вы убиваете, мы убиваем. Вопрос, кто к кому пришел. Это раз. И во-вторых, ради чего? Они убивали ради уничтожения, а мы убивали убийц. И тем самым утверждали жизнь, обеспечивали. И Россия, и всему человечеству без привлечения. Ну, мы помним, Папушкин, что человечество, как всегда, Европа с той же невежественной, сколько неблагодарной отношению России, которая всегда щит. И Европа в том числе, и, потому что теперь мира, понимаем, это была мировая, вторая. Ну, опять все. Нечто и сущие, вот опять, да, иметь. Их непосредственно, как предсами, предсами, и последнее восстановление простого, простого соотношения с ними с собой. Ну, раз соотношение с собой, то так же и посредственно. Вот здесь Герия начинает нас некое предвещение того, что мы будем видеть с вами дальше. Я думаю, что это тоже уже освоено. То есть, может кто-то еще хочет? Николай, может, вы что-то хотите пройти, показать? С какого момента я готов? С нечто вам готов? Или с наличным бытием? А вы и с нечто готовы? С нечто тоже хорошо. Можете и с наличным бытием? Николай, давай с нечто. С нечто мне что-то дальше? С нечто, наверное, я не готов дальше. Для этого как бы понятно все. Ну, давайте тогда с наличным бытием. Хорошенечко у нас. Так, надеюсь, наличное бытие. Процесс сварения очень полезный. Так, естественно, мы его определили. Вы тогда определили, что оно и есть, что оно это определенное. Нет, ты говоришь про наличные бытии? Да, знаешь. Я еще ничего не знаю про определенность. Ну, так, по-моему, то, что оно все хорошо. Это результат снятия становления, да? Успокойное действие. Да. С нечто? Совершенно верно. То есть, так и хочется туда пойти. Все-таки, когда мы начинаем с такой категории, то всю цепь не надо вытаскивать. Она в снятом-то виде присутствует, конечно, в этой категории. А вот непосредственно перед этим, что мы рассматриваем, тогда вот вы раскапываете. В результат снять и остановить. В результат снять и остановить. В результат снять и остановить. А в остановлении есть про индутие. Совершенно верно. Значит, у наличной бытии. Но дальше, например, есть наготие. Да, есть наготие. Можно сказать, что наготие это снять на что? Можно. Можно. Так, собственно. Ну, ну... Еще момент, да? То есть, момент термин сам. Он возникает перед снятием. Я прям по-нему не могу. Момент это исчезающее свое противоположное. То есть, это то, что мы говорим о процессе, о процессах происходящего в дути ему ничто, да? Да, мы... По-моему, с этим мы заговорили о момент... так как утиение, что они являются одним и тем же и, соответственно, исчезают сами в себе, да? Как момент. Ну, так, как у нас есть определение. И после... Момент я просто по порядку хотел все расставить. А потом уже возникает снятие, да? Михаил, они как момент выступают. Вы же правильно сказали. То, что есть как исчезающее противоположное. Значит, выхождение и возникновение. Как момент. Потому что возникновение. То есть, ничто в бытии, а бытие. То есть, исчезает и ничто. То есть, плавное прихождение, исчезает возникновение. То есть, они там как момент выступают. Александр Владимирович, но момент нельзя расстановить как один. Моментов всегда два. Ну, разумеется. Разумеется, да? Надо понимать, что моментов их... Моменты. Два. Так, а если мы сказали, что исчезающее свое противоположное, так противоположное исчезает тоже? Да. Именно, что не момент, а моменты. Ну, момент мы один-то можем определить? Ну, да. Ну, не стоит забывать повторять. Что-нибудь, да. Правда, что пускай термон. Я пока не знаю, что здесь идет. Я вам дусть. Его не уводят, его просто используют. Он не уводится, он просто используется. Зачем мы вообще-то в термин моменты не обвели? Просто в термин. А как вы по-другому характеризовываете? Посмотрите, как бы, отговорю, что есть моменты, и как бы все мы терминами просто. Потом подобные моменты тоже будут. Это, да, дальше этот термин еще будет использоваться. То есть, мы не один раз будем использовать... Это термин для обозначения того, что исчезает в своем противоположном. Ну, то есть, это как уточняющее, получается. Да, конечно. Наверное, или отточняющее термин. Александр Владимирович, а еще вопрос. А снятие, вот, где гибель дает снятие понятия, да? А можно ли сказать, что это свертывание? Нет. Нет? То есть, в немецком языке нет его, вот, именно... Еще... Свертывание-развертывание имеется, да? Да, да. Нет? То есть, свертывание, как будто вот снятие и свертывание, что это все свертывается и сохраняется. Свертывается, ну, не факт, что он сохраняется. Я не уверен. Если нет... Ну, если бы стали использовать свертывание в этом значении, в каком используют снятие, ну, значит, мы придавали свертыванию такой смысл. Ну, насколько это... Свертывание уж очень пространственно, да? И очень предметно. Здесь... Продолжение следует... Так... Получились, соответственно, как бы... Обычное бытие, да, и... Небытие. Небытие, да. Рассматривание бытие... Рассматривание бытие, оно определенное. Оно принято бытие. Принято бытие. Потому что все имеет хором бытия. Хором бытия, да. Это определенность. 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 Не определенное виновичное бытие, а определенность. Потому что мы говорим о ней бытие. Да. Определенность. Естественно, чтобы нам посмотреть... Да. Определенность. Нужно его... Исследовать. Да. Самому по себе это означает, что мы... Да, потому что... Больше ничего рассматривать. Больше ничего рассматривать. Больше ничего рассматривать. Это тоже термин просто качество. Что он принял. Да. Дали такой термин. Просто термин, да? Да. Нет, нет. Что значит? Вот сейчас мы не просто его используем, а мы вывели его. А название, да? Выберли такое название. Выбираем название. Выбираем название. Ну, я думаю, что вам возразили, что в качестве содержится наличное бытие. Мы могли бы сказать, что в наличном бытие содержится определенность. Уже если использовать этот термин. Да. Но качество взятое со стороны бытия. Может так лучше. Чтобы не избежать того представления, что вдруг наличное бытие и еще раз. И вот тогда все имеет форму качества. Не совсем так было. Угу. Так. Это качество взятое со стороны бытия. Это? Это реальность. Реальность. Угу. Соответственно, это будет. Качество взятое со стороны отрицательного. Со стороны не бытия. Это отрицательное. Это отрицательное. Рассматриваем реальность. Мы понимаем, что это бытие. Что это бытие. Что это бытие. С определенностью. То есть. Это же качество. Угу. 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 Мы дальше помним, что это откуда берется определенность. Поэтому это и само наличное бытие. boardroom во время дезиного митена на его чувства. Что это либо высадь démêклев인데? люблю. Угу. 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 отрицание это просто ничто или это снято не что то есть такое ничто которое находится в единстве с бытием находящийся бытие всеми формы бытия само наличное бытие то есть он определяется посредством не бытия просто получается качество мы не можем с одной стороны определять потому что наличное бытие есть как нам правильно сказать небытие поэтому если мы будем характеризовать его только со стороны бытия то наличное бытие подскажет нам что это насторонняя характеристика потому что наличное бытие есть и некоторое небытие и с этой стороны мы тоже должны характеризовать качество нарисовать это то есть тогда отрицание тоже ничто тоже не тождественное ничто а такое ничто которое а что значит снять ничто помните куда снялось то наличное бытие то есть это ничто вернее с наличным бытием с бытием точнее говорить так это тогда само наличное бытие Но личное бытие есть Бытие с некоторым Как результат снятия снабы Исключающее себя ничто В том числе с нет Ну хорошо, значит вот Мы получили нечто То есть определенное на личное бытие И нечто Ну, кто дальше пойдет, Роман? Что? Давайте следующий факт Так, нечто Так, так, так Сейчас, сейчас, сейчас Мы Вышли на определенное на личное бытие Да Или нечто Вот, нечто Мы Нечто определяет себя Сложно Пока еще Пока рано Нам нужно второе Площадь Пока не говоришь Пока я затрудняюсь Посмотреть Пока Внутри Только формулируем По поводу нечто Так, да, наш Первый отрицательный отрицательный А какой Может пример какой Пока еще не понял Да Отрицательный отрицательный Вот мы с вами привалили пример То есть Россия Советская Россия Выглядит Советский Союз Уже вот так Победивший Агрессора И только так он и жил Как нечто Да, имел Вид на личный сущий То есть Вид бытия Ну, хорошо Вот Ну, почему Это хороший пример Вот, понятно Советский Союз Как он жил Просто мирно жил Да, или как Или для того, чтобы Жить Ему пришлось Разгромить врага И Ну, надо бы один раз разгромил А что после этого приходило Что такое Так называемое Гонкое вооружение Да на нас все время Агрессор Была потенциальная угроза И чтобы жить Что нам приходилось делать Чтобы был Советский Союз Что приходило делать Наращивать военную мощь Совершенно верно В противове Всем понятно, что это Отрицание 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 И точнее говоря Отрицание Отрицание Что не мы агрессоры Хотя, конечно Раз мы Как вы думаете Думаете Для чего мы Делали Наращивать Для того, чтобы Завоевать Разгромить Подчинить Ну, как вы думаете Совершенно верно Она и не утекала Из нашей природы Из природы Коммунизма Утекает Что нужно Разгромить Уничтожить Народы Земного Других Врабы Узять Это отрицание Отрицание А Против нас Отрицание Отрицание Для того, чтобы Жить Нужно Вооружиться Правильно Да Бороться с тем Что направлен Против себя Ну, хорошо Пример Желуди Желудь Отрицается В дерево А потому что Вы Ветераетесь Между деревом И желудем Ну, как-то Надо показывать Разницу Между Желудем И деревом А что дальше Будет Из дерева Что падает Желуди Видите Отрицание Отрицание Ну, а почему Ну, а почему Я могу Про зерно Рассказать Что же самое Значит, зерно Вырос Колос Почему это Отрицание Зерно Если желудь И дерево Почему Официально Ну, так точно Они, конечно Связаны С собой Но Дерево Это не Желудь Согласитесь Что дерево Это не желудь Связь есть Дуб Это не желудь Ну, связь есть Потому что Отрицательный Вот Желудь Не Ну Непонятно Вот Именно Сама Фраза Отрицательная Да Есть Первый Пример Поняться Да То есть Для Противоположенности Долго Попроще Ну Здесь Я бы Все-таки Почему Потому что Дуб Желудь Это Процесс Переход Из Мития В ничто И ничто В ничто Мы можем И так И так Тоже Рассматривать Я с вами Согласен Но Но Получается 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 Мы все Рассматривать И в таких Категориях И в таких Категориях А зачем Рассматривать Следующих Категориях Если это Можно Это Более Глубокое Более Точнее Рассмотрение Это Более Точнее Рассмотрение А в чем Точность Его Урожай Ну Точность Рассматриваем Желудь Упавший С дерева Как Порождение Желуди Которую В землю Бы Посадить То есть Он Как Это Бути И Ничто Как Не Нет Я Глубокое Глубокое Это Делали Помните Он Снова Как Гегель Просто Налично Сущий Как Непосредственный Но Мы знаем Что Он Пал С дерева А что Откуда Взял Дерево Из Желуди То есть На самом Деле Есть Круг Опосредствования Я Просто Не Вижу Например Им В этом Примере Отрицания Не Знаю Когда Стас Пристань Смотри 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 Найдите Разницу Между Желудем И Дубом А Те Кто Не Понимает Помните Как Это Свията Которые Не Понимали Откуда Берется Это Дело Она Как Раз Не Понимала Диалектики Она Копала Дух 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 Все Тогда Будет Отбрасывание Отрицание И Не Будет Никаких Желудей Ваш Может Суть В том Что Нечто Произошло Из Снятия Разности Реальности Отрицание Вот Тем Не Менее Мы Помним Вот Это Различие И Вот Это Другое Оно Происходит От От Отрицания Пример Если Кто-то Понимает Это Попроще Пример Чтобы Даже До Меня Дашь Попроще Как Вы Понимаете Где-то В Бытовом Бытовом Городом Такое Отрицание Отрицание Мне тоже Никаких Пытаюсь Повести Кремер Вы Считаете Девиля Да Ну И Как Воспринимаете Ну Как Человек Не Очень Понимающего Вы Ещё Читаете И Отрицаете Свои Непонимания И Как Вы Человек Понимающий Ну То 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 В Этот Момент Мы Равны Самому Себе То Не Знающие Но Когда Мы Считаем Мы Становимся Неравным Самому Себе Потому Что Мы Все Больше И Больше Понимаем Ну Я Даже Вы Пришли К Батер Себираемся С собой Вот Как Я Вообще Понимал Эту Посредственность Возвращение Ну Например Скажем К Себе Более Долгим Путем То 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 О Конечно Отрицаете Свою глупость Своё незнание Отрицаете Незнание Вот вы Человек Умный Но вы Чего Не знаете Незнание Ваш Отрицание Ваш Ума Я имею ввиду Ну Вы Все Знаете Нет Нет Значит Это Как Отрицание Вашего Ума И Что Вы Делаете Вы Отрицаете Это Незнание Вы Еще Учите Еще Спрашиваете Еще Думаете Об этом Отрицаете Своё Незнание И Вот Так Вы Становите Умный Умный Человек Людей Таланты Такие Они Выскочили Я Сразу Талант И На Чем Люди Способны Погибаешь Они Перестают Заниматься Да Поскольку Я Талантливый Зачем Мне Сейчас Заниматься Отрицать Я Уже Все Знаю Все Как Только Сказ Человек Я Все Знаю Все Как Все Знаете Все Знать Невозможно Есть Всегда Отрицание Незнание Всегда Есть Элемент Незнание Конечно А Со временем Если Вы Дальше Не Отрицаете Этот Элемент И Переставите Заниматься Да Ну Что Тогда Наука Идет Вперед Ваше Знание Сводится Вообще Уже Ничто Подумайте Еще Отличное Отличное Решение Проблемы Чтобы Утвердить Себя Как Знающего Человека Вот Надо Подвинуть Побить Это Незнание У Человек Подумать То Есть Отрицать Своё Непонимание Что Значит Подумать Вот Я Это Не Понимаю Я Это Разбираю И Отрицаю Это Не Понимаю Непонимание Отрицает Вас Как Мыслящий Человек А Вы Отрицаете Непонимание Утверждаете Себя Как Мыслящий Человек Так Ну что Давайте Еще разочек На перспективу Нужно Поработаем Да Значит Определенное Наричное Битье Нечто Да Это Имеет Бытие Только Да Утвердительное А куда же делась Отрицательность У нас Которая Бьет Начало От ничто От отрицания Она Никуда Не делась Она Снята Раз Снята Значит Она Тоже Есть Поэтому Она Нечто Как Наричное Сущие Как Определенное Наричное Бытие И выступает Она Как Иное Как Другое Нечто Другое Как Другое Нечто То есть Помните Там было Ничто Потом Выяснилось Что Есть То же Самое Что Честь Бытие Здесь Вот Мы Тоже Знаем Что Это Тоже Присутствует И В Определенном Наричном Бытие Вот Этот Момент Отрицательности То есть Нечто Определилось Как Простое Сущее Вношение С собой А вот Эта Отрицательность Которая Снята Которая Снята Определилась Как Иное Как Другое Тоже Нечто Тоже Нечто А потому Что Снята Значит Все У нас Имеет Вид Но Это Другое То есть Вот Отрицание Судержания То есть Если Дальше Посмотреть И взять Нечто А Как Пишет Гегель Нечто Б То А Будет По Отношению К Б Как Нечто И Как Иное И Также И Будет По Отношению К А Как Нечто И Как Иное То есть Суть Одно И Тоже Получается В Отношении Каждое Нечто Есть Иное По Нечто Что Со Стороны Бери Его А Что Со Стороны Б И С той Стороны И С О В Апрельные Как Нечто И Как И Нечто Больше Больше Того С С Нечто Находится Сначала Вне Просить Иное Находится Вне Нечто То есть Они Безразличны Другому Получается То есть Нечто Иное Пока Да Мы знаем Что Отрицательности В себе Они В себе Находится В отрицательном Сотношении Но Пока Они Просто На Определенное Наличное Бытие Каждый Из них Каждый Тоже Венесим Поэтому Ну что Важно Что Оно Находится Иное Вне Нечто И Вступает Как Другое Нечто Да Вступает То есть Оно Находится Вне Нечто Если Вы Беретесь За Нечто То Я Вне Вас Иное Вне Вас Ну и Наоборот Тоже Но Все равно Вот Важно Что Иное Есть Вне Нечто Вне Раз Вне То Мы Должны Рассмотреть Само По Себе Само По Себе Оно Жене Так Значит Само По Себе Рассмотрите Потому Что Если Не Вне Тогда Мы Не Могли Отрывать То есть Мы Могли Изолировать Посмотреть Как Качество Но Оно Никуда Не Ушло Осталось Бы В Наличном Бытие Сейчас Трудно Повторить Ну Да Сейчас Ну Что Можно Рассматривать Как Нечто Ино Вот Мы С Вами Другого Посмотрим Как Нечто Ино Я Может Возьму Более Смелый Пример Значит Капитализм Коммунизм Можно Рассматривать Как Нечто Ино Скажите Это Ж Должна Какая Общность Определенной Нечне Могу Сказать И тот И другой Способ Производства Предполагает Господство Машин Индустрии Фабрика Монофактур Завод Да Поэтому Монофактур Можем Рассматривать Сказать Вот Есть Два Нечто Два Строя С Которым Господствует Крупная Машин Индустрия И Что Набрать За Нечто Что За Нечто Безразличны То есть Они Внешне По Отношению Можно Рассматривать Так То есть Господство Крупной Машин Индустрии И Будет Выступать Как Определенное Наричное Бытие То есть Такая Экономическая Система Которая Господствует Крупной Машин Индустрии Нечто И Они Существуют Не Друга Рога Как Мы Семьем Семьем Хорошо Значит Кто Рассмотрит Иное Взятое Само По Себе Вот Мысль У нас Такая Дошли До того Что Нечто Если Простите Иное Вне Нечто Вы Должны Тогда Рассмотреть Само Себе Момент Значит Порабатывали Эту Часть Ну Мечтал Но Опять же Без Проговора Без Проговора Сложно Здесь Очень Уже Сложно Там Просто Набор Букв Получать По Большому Чешки Уменю И Сложно В том Сделать Что Здесь Сложилось Значит Больше Чем Бытие Ничто Сложилось Реверное По Женому Добраться Практически Нормально Но Тем не менее Мы Добрались И Где-то Мы Еще Может И Не Понимают Означаешь Мы Вернем Я Говорю Про себя Мы Про себя Говорим Тоже Еще Один Отделяете Нас Неправильно Как Иноя Рассматриваете Но Вы И Нечто Тоже И Вы Такие Здесь Определенное Иноричное Бытие Людей Которые Занимающиеся Все Такие В 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 Непонятное 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 Определенное Наречное Бытие Михаил Мы С Вами Знаем Что Вы Так Сказать Не то Что Драматизируете А Солютируете Непонимание Есть Некоторые Недосказываются Ничего Страшного В Практике Дальше Глубь Это Комет А Чтобы Ничего Вы Ни одного Раз Пропустили Вопрос По сути Делал Рассказывайте Нам Что Ничего Непонятное Ваши Действия Вас Опровергают Нет Ваши Действия Вас Опровергают Это По-моему Само Определение Определенное Наличное Бытие Слово Определенное Значит Надо Назадить Определенность Наличное Бытие Значит Немножко Назад И Понять Что Наличное Бытие Михаил Я Думаю Ну так и делаю Да Поэтому И нечто Тоже И что Здесь Есть Никуда Не Делать Нет То есть Второй Отрицательный Момент Тоже Присутствует В этом Определенном Нечном Бытие Поэтому Мысли Об ином Нас Услучаем Так Так Все Так Давайте Рассматривать Иное Само По себе По отношению К чему Оно Иное Иное Само Себе По отношению К самому Себе Значит Оно Иное Чего Если Оно По отношению К самому Себе Иное Оно Иное Самого Себя Иное Взятие Самого Себе Иное по отношению к самому себе, конечно, больше ничего нет, а по отношению к самому себе. А раз по отношению к самому себе, значит иное к самому себе. И тогда он приходит к мысли, оно к самому что есть? Иное. Оно значит иное, иного. Иное, иного. Ну и когда мы говорим об иного, подчеркивается различие. То есть отличие от самого себя. Иное, иное. Чувствуете? Иное, иное. Неравенство. Неравенство. Иное. Подчеркиваешь прямо, иное, иное. Это первая мысль, к которой он приходит. Вполне естественно. Потому что иное, иного. Это первая мысль. И рассматривая это соотношение, мы видим здесь как раз указание на неравенство с собой. Идет неравенство с собой. Изменчивость, да? Отличие от себя иное, иное. Отличие от себя иное. Отличие от себя иное. Отличие от себя и умирают со собой. так на вторая мысль следующий точнее вторая мысль как бы вот первый второй следующий что иное иного есть иное же она же самое дальше смотрим что иное иного по ближайшему смотрению то есть соотносящиеся с собой этим самым утвердительное то есть нечто то есть мы видим в одном определении два совершенно разных утверждений первое определение мы увидели когда сконстатировать что иное есть иное и сказать что есть иное иного вот здесь мы то есть не мы не можем сразу увидеть два момента так и получается но всегда виду что-то одно и вот первое мы видим если мы сразу или иное иного есть иное то тогда как-то было даже непонятно что брать за первый момент равенство собой неравенство собой как-то какая-то неопределенность и двусмысленность получается и то правильно и это правильно а все-таки последовательность другая из того что иное соотносится самим собой является иным по отношению к самому себе иного иного первое мысль следует порядке рассмотреть непонятно вступление что лицо момент неравенства собой потому что это иное но дальше мы зафиксируем эту мысль что иное отличаются от иного уже мы получаем следующую мысль что иное иного есть иное и тогда мы видим что результатом соотношение иного по отношению к самому себе является опять же одно само иное следующее мысль что она сливается с самим собой то есть тождественно самому себе и тогда мы видим что это равенство с самим собой утвердительность утвердительность а утвердительность у нас было определенное ненавичное мытье это было нечто то есть можно конечно сказать так что все что мы говорили об ином относится и к нечто потому что иное ведь тоже нечто но мне кажется что у Гегеля более определенный ход когда мы приходим к мысли о том что с одной не просто с одной иной с одной с самим собой момент равенства вот здесь тогда соотносящий с самим собой определенное ненавичное бытие это нечто потому что иное это сразу подчеркнуть соотносительно с чем-то другим но и мы это зафиксируем момент а когда с собой тогда утвердительность это нечто и тогда получается что вот эти оба моменты которые мы смотрели это моменты нечто нечто равно самому себе и не равно самому всегда вот нерависть и нечто самим собой отсутствие своего личного бытия это бытие для иного смотрите как интересно все таки раз это нечто то мы начинаем с бытия для иного отсутствие своего личного бытия но как бытие бытие но не свое вот так получается да поэтому бытие для иного поскольку это относится к нечто раз этот момент нечто а нечто это наличное сущее помните то есть то есть то что выражает даже отсутствие его бытия это есть бытие но в том же момент неравенства нечто а нечто это наличное бытие то есть мы не можем сказать что это там ничто или как-то по-другому мы не можем не можем потому что мы уже вывели это как бытие для иного как-то мы не особенно говорим да согласитесь где вы как-то Я бы сказал, что вообще не говорим, наверное, в обычной жизни. Ну, в таком, да, в этом момент неравенства с собой, дальше мы говорим о том, что он есть только в противовес равенству с собой. Точнее, не говоря, пришли тогда к нечто, как раз был момент равенства с собой, в противовес с моменту неравенства. Как-то мы с Амарой ходим в пары. То есть в себе бытие, только как небытие, бытие для иного. Только в соотношении. Есть. А не так, что мы представим, что в себе бытие вот оно. Понимаю. Ну, вот тогда, возвращаясь, если на этом застать внимание, возвращаясь, скажем, к нашему капитализму. Мы брали нечто с капитализма, вернее, капитализм за нечто или капитализм за нечто. Брали как первую фазу коммунизма. И что мы тогда видим? Есть в первой фазе коммунизма и бытие для иного? Да, есть. Есть. Конечно. Старое разделение труда, погоня за деньгами. То есть, когда попытки поставить свой интерес выше общественного интереса. В момент товарности. Да. Не вылывать, там трава не расти. Это же рабочие такие. Коммунистические фабрики. Тоже такой момент есть. И у каждого тоже. Дать обществу поменьше, взять побольше. Никто перед таким соблазнами стоял. Не было таких ситуаций, когда можно было, что называется, с очки ночи получили. Так это каждый с этим сталкивался. Каждый. Каждый с этим сталкивался. И что? И не было. И все прямо решали вот исключительно так, что только вот так. В интересах общества. Нет. И вот поскольку такое было бытие для иного, то люди, не владеющие диалектикой, поражались. Как же так говорить? Мы не имеем, уже построили коммунизм. А смотрите, значит, воровство есть? Есть. Есть. Нарушение дисциплины есть? Есть. Воровство есть? Есть. Откуда это взялось? Ну, значит, противоправные действия есть? Есть. Что? Представизм не был убийц? И это были так. И были такие. Как же так? Ну и еще тогда. Если не понимаешь, что это все-таки бытие для иного, то есть момент неравенства, у нас моложе коммунизма, но тогда, видимо, у нас что-то такое, что... Или засланы такие, враги какие-то. Такие вот враги, специальные враги, да? Шпионы, ну просто... Которые действуют на иностранную державу, потому что они только по форме, по виду советские люди, но на самом деле это не советские, а засланы враги. Да. То есть, почему такая была была шпиономания и все-таки? Потому что действия такие, которые... Ну, не пишешь шпионских или вредительских. Блин, я сейчас сломал станок. Какая разница между тем, я вредитель или я из-за небрежности? Условно говоря. Для народного хозяйства ущерб-то один, да? То есть, ущерб-то один, а вот разбираться в мотивах поведения стоило бы, конечно. То есть, или ты делаешь вывод, что это, так сказать, враг, недобитый. Это одно. А если это, ну, трудящиеся, которые допустил ошибку, это другое. Как-то. То есть, или это бы те или иного, или это прямо элементы иного. Или иное, капитализм, к нам заслали шпионов, и я вот завербованный уже в этом смысле представитель того общества. Они не коммунистические, по виду только советские работники, а на самом деле не советские. То есть, без диалектики, я хочу сказать, что вести борьбу за то, чтобы первая фаза коммунизма перерастала во вторую фазу коммунизма, и за то, чтобы преодолевать это бытие для иного, очень сложно. И можно ломать дров. Видимо, и от этого ломали дрова. Как-то людей... То есть, вот как вести классовую борьбу? Они опять повели как борьбу, класс на класс. Хотя уже класса враждебного не было. Не было. И никакие они не политические сторонники этого класса. Вот люди, которые не решались. А с ними боролись как с классами врага. Да? Потому что относились как к иному, а не к бытию для иного. То есть, к моменту неравенства уже коммунистических людей в самих себе. В каждый момент неравенства будет в каждом. Сейчас проходи. Довольно. Тридцатые. Тридцатые. А можно вопрос? То есть, мы имеем нечто, которое постоянно изменяется. Потому что оно равно самому себе, и в тот же момент не равно самому себе. Одно из два момента. Это еще не совсем положено. Пока раньше. А, момент неравенства есть. Но нечто не положено или моменты не положено? Пока еще не положено как изменяющиеся. А капитализм? Да? Что у него нет бытия для иного? Я имею ввиду, вот. Речь мы рассматриваем, так сказать, коммунизм и капитализм как два нечто. Да? Да. А вот я вам привязываю название еще такое. Шведский социализм. Как вы думаете, это речь о каком стройке? Акатистическом. 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 А почему шведский социализм? То есть это капитализм. А почему так вызывает его социализм? Ну а потому что там, допустим, момент. Вот. Различие между самыми богатыми и самыми бедными, оно соединено к минимуму. Ну и это уже выступает, наверное, как момент социализма. И поэтому и говорят, что вот, смотрите. То есть они, значит, мирами служат при недоходах. Да. Совершенно. Никакой раз. Сокращают. Да. Не у нас племя, не собственности. Заметьте. Тут вот она вот, когда треть сидит. То есть это такая мощная концентрация собственности, такая мощная в наполе, которая в каком смысле на уровне мирового тоже заметна. Потому что, представьте, 10 миллионов страна, много чего в мире известно. Шведского. Да. То есть. Машины, например. А нет, швейцарские. Да. Машины, оборудование, люкс и так далее и так далее. То есть много силы, на самом деле. Рабочий день, по-моему, они тоже там сокращают. Рабочий день сокращенный. Там эксперимент по шестичному рабочему дню проводят. Значит, безработицы предупреждают. Каким образом? Не так, как в США. Значит, вас выкинули, а дальше пособие. Ну и то еще надо его получить. А мы вас не выкинули, вы вас отправили на перебучение с сохранением зарплат. Когда вы перебучились, вы снова работаете. Какое-то милое дело. Да? И тем не менее. То есть это вот точно. Бытие для иного. Настолько бытие, что даже название это включилось. Шпецкий социализм. Момент неравенства капитализма. Потому что что это за капитализм, который заботится о том, что человек не валялся в грязи. Как-то непонятно. Даже очень непонятно. Непонятно. Да. Чтобы не просто выкинуть. Чтобы не просто выкинуть. Возникает вопрос. Зачем? Для чего? Ну, зачем? Капитализм – это одна из стадий развития общества, которое потом будет проходить. Да. Привет. Да, коммунизм. Совершенно верно. То есть это некоторое движение туда и, так сказать, в то же время смысл этого движения в том, что вот эти элементы социализма и предпосылки социализма используются для обеспечения конкурентоспособности, скажем. Вот вы говорите о том, что работники освобождены от страха увольнения, обеспечены. Значит, у них процент голодающих детей в три раза меньше, чем в США. Там, пять-шесть процентов. А в США за двадцать, по-моему. Так, значит, учатся лучше. Значит, они на производство потом придут, будут лучше работать. Они здоровее. А в США огромный баланс людей, которых вот они обрекли на то, чтобы быть балластным. Потому что если ты до пяти лет не доедал, у тебя все, в зарядном возрасте будет недостатки развития умственного, физического, и жизнь закончится раньше. Так, если социализм – милое дело, значит, они укрепляют свою позицию, своего капитализма. Ну, не просто так укрепляют, потому что в свое время вот наше иное имение социализма дал такой пример, что они побоялись думать, что лучше вот мы сейчас сами пойдем на встречу, иначе у нас тут под блоком Советский Союз. В общем, мы вас до революции не будем доводить. И, наоборот, когда ослабло – это иное, да, социальный социализм. Не стало Советского Союза. Видите, как пошел откапливание? У них бытие для иного там с ним активно борется. И сейчас капитализм проявляет уже как капитализм. То есть, что с равенством с себе он демонстрирует очень нагляд. То есть, мы это увидим теперь в себе бытие для иного, то есть, нет никакого такого иного, нет там капитализма, у нас, не было, вернее. Значит, но вот действие антихимистические были, это бытие для иного, бытие. То есть, сам коммунизм, как неразвитый, это его собственные, его собственные моменты неразвитые. И шведский социализм, нет там никакого социализма, Это капитализм, а вот такое бытие, которое очень похоже. Я думаю, что мы еще это должны посчитать, конечно, посмотреть. Некоторые предложения есть, разрядки, потому что, конечно, мы сейчас зашли в горных вещах, еще мы к ним вернемся, подумать, потому что здесь уже надо подумать, очень внимательно посмотреть. Если мы не поймем, что такое к себе бытие, и что они тождественны с бытием для иного, и что точно не чтение себе не сильным, нам тогда будет, пожалуй, не понять, а что такое определение, и что такое свойство, и перейти границы не получится. Поэтому эту вещь мы с вами должны, этот раздел очень хорошо осхолить. В следующий раз я думаю, что мы еще лучше осхолим. Значит, я хотел бы найти, нашел ряд поговорок, которые говорят о единстве двух моментов, себе бытие и бытие для иного. Вот в тихой молнии черти водится. Это о чем? Он тихий, а не равен себе. Значит, бытие для иного что? Черти. Нет. Тихий. Тихий. Да, а в себе бытие? Черти. Черти. А так вот тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ой какой тихий человек. А в себе это черти, верно, точно, в себе черти, да. Ну а люди-то говорят о том, что в тихом омуте черти вводятся, почему? Потому что в себе это тоже, дает о себе знать, что находится с бытием для иного. Если в тихом омуте черти вводятся, но мы никогда этого не видели, так вы на каком основе не упреждаете, что там черти вводятся? Значит, что бытие для иного тоже проявляется это в тихом омуте черти вводятся. Не все то золото, что блестит, то есть блеск это как бытие для иного, да, но в себе, а в себе, кажется, это не золото. Мало золотних, да дорог, то есть кажется, что размер до ценности великой. А на самом деле, вот видите, бытие для иного такое, да ну что это за вещь? Дорог в себе, золотник, разбирай в себе. Или мало да удал. То же самое. Одно дело в себе и бытие для иного. Да это мы не серьезно, все это такое. Когда он богатырь, на самом деле, или удал в себе. Но другое дело, что то, что нечто и себе, и семью, то есть в себе находит свое выражение, тоже внешне. Иначе мы бы тогда и не узнали, что тот, кто молотит, может быть, удал. Да. Вот они находятся в таком, в том месте. Можете что-то, например, в двести. То есть вы клинки без диалектики. То есть не то, что без диалектики. Это вот диалектизм, на самом деле. Такие поговорки. Встречают по одежке. То есть по одежке проводили тоже плохо. То есть в себе бытие тогда выразится. Внешним образом. Ну тогда это наша одежка внешне. Или артисты тоже. Или, например, разведчик. Вот разведчик. Это кто такой? У него какое бытие доминирует? Для иного. Для иного. То есть Александр Исаев, это Штирлиц, фашист. И не дай Бог его в себе бытие проявится. Это провал. Так все-таки оно как-то проявлялось или нет? То есть заходило внешнее выражение? То есть было то, что в себе в нем. Или Штирлиц ни в чем не отличался от фашистов? Ну было в чем-то отличие? Найдите. Да какое? Работал на фашистов. Как это выражалось? Санкт-Петербург. Сдача информации. Вот. Встречался с радистами. Ну команд писал. Да. А если у нас же и с радистами встречался, ну тогда извините меня. Ну какой же это? Разведчик. Нет. Это. Так вот он опять был на грани провала тогда. Потому что оно в себе все-таки он был разведчик, а не фашист. Это вообще забавно. Ну это как, значит, из Держинского. Вы знаете, был такой приседатель российской чрезвычайной комиссии. Революционным стажем. Феликс Мунович. Феликс Мунович. Феликс Мунович. Как вот так конспирироваться, чтобы вот никогда тебя не поймали? Он говорил, надо сидеть на кухне и ничего не делать. Ну тогда точно не поймали. Ну тогда почему ты тогда революционер? Ну это тоже. То есть в себе это должно же как-то внешнее выражение получать. То, что есть в себе, есть в нем. То есть в единстве с бытием для иного. Но если никак это не такого бытия для иного, ну тогда извините меня. Это не умный человек, должен баслировать его. Воспитанный человек. Воспитание, воспитанность. То есть, допустим, доброта человека должна проявляться в его делах. Если он просто говорит, что я добрый, я хороший, а это не проявляется во внешнем. Да? Ну мы тут, конечно, уже чуть избегаем внешне и внутренне. Но в себе бытие и бытие для иного это вот уже шаг в том направлении. Поэтому таким примером мы тоже это можем истрелить. Ну вот. У вас бытие для иного такое, что уже пора заканчивать. А в себе вы знаете, что мы будем продолжать. Хорошо, заканчивайте. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok